воруют грабеж мадам грабеж посадить полиция сейчас приедет повяжет беги не мешает ну же отдай ей далеко она улетела так все улетела а ну кинь ей раз она уже такая вот это вот а ты жаришь вот она сидит ну и все тогда улетела так улетела вон тут смотри красопеты вышли два красопеты оставить надо еще соседям чуть-чуть ты наш румяненький ох ты мой хороший ой 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 и чипа идёт кто сюда ну прихрамывает чуть-чуток типа ну а что делать смена погоды да вот это вот атмосферное давление неблагоприятно влияют на суставы прям как мы ну да у меня кстати давно если честно я вообще вся такая больная но держится молодец и ты так же чипа да я свое время в детстве можно сказать в юношестве ходила на греблю да я гребла на байдарке у меня даже есть призовые места областные у нас просто было три девочки всего и у меня всегда были призовые места и я вот там вот на байдарке простудила себе суставы и все это не лечится друзья если честно на всю жизнь да и тоже и хромаю иногда и засиживаю коленки иногда Таня не даст соврать даю да как дома чай попьём еле с диванчика такая раз раз потому что что-то заклинило там может заклинить коленку может заклинить но при этом это не мешает мне жить не мешает кататься на лыжах ездить на лошадях это не мешает поэтому все кто очень сильно хочет обследовать чипа очень много очень много людей хотят чтобы чипа обследовали немножко хотим вам Олег Алексеевич вряд ли будет прям подробно все рассказывать и объяснять мы вот со своей колокольни хотим немножко рассказать у нас собака владельцев да у нас собаки вот и допустим у меня собака у него проблемы с позвоночником тоже весь такой больной отвлеклась я считаю вот у него проблемы с позвоночником у него срастаются позвонки это не лечится ну в его возрасте это уже не лечится вот это можно было бы лечить в юности если бы она себя проявила но в чем прикол чтобы это узнать нужно было собаке сделать мрт значит чтобы сделать мрт собаке собаке кошки любому животному потому что это они осознанно лежать без движения не будут его пришлось усыпить временно то есть ему в деле легкий наркоз да седативное средство вот и как оказалось у моей собаки индивидуальная непереносимость наркоза ребята это такой трэш что я вам не могу передать когда мне его вынесли из процедурной с полностью обездвиженного с высунутым языком не дышащего самостоятельно когда ему ветврач накачивал в легкие воздух потому что он сам не мог дышать и когда у него потом открылась получается механический ну вот вызванный седативным средством гастроэнтерит и мы неделю по пять часов собака лежала под капельницей неделю он не ел он пил через ну просьбы большие были его напоить было сложно вот это хорошо ему просто когда делали капельницу ему кололи также и все необходимые да физраствора вещества все кололи это это просто ну я не могу вам нормальными словами передать мне не хватает цензурных слов вот поэтому кто хочет обследовать льва вы понимаете но при том что перед тем как делать мрт собаки ему делали обследование сердца и это можно до узи сердца и это можно сделать до без без усыпления потому что это собака и вы можете ее поддержать вот сделайте узи сердца льву ну это же невозможно сделать без усыпления и теперь у нас вот встает вопрос если это лапа ну лапа у него болит это надо послушать вот так ух ты ух ты тут лео 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 вот такое думали будет переключка продолжаем разговор на тему медицины теперь вот возвращаемся к нашему разговору смотрите у льва лапа болит давно но все заметили что он давно хромает возможно он потянул ее возможно у него воспаляется периодически сустав но признаем факт что ему не мешает это жить то есть вот было бы что-то опасное это бы уже давно проявилась то есть например когда вот геку вырывали зубы ну это необходимо сделать потому что воспаленный зуб рядом воспаленный может стать мозг и привет то есть это заражение крови это это челюсть гной это открыто все это все опасно на самом деле поэтому вот зубы тоже надо вырывать и вот татьяниной собаки на днях вырывали зубы и вот такая же история татьяна все рождество все праздники сидела в ветеринарке с собакой под капельницами это все не шутки если можно обойтись без наркоза обходятся без наркоза даже если сам животное хромает плохо ходит но тем не менее вот смотрите на кону стоит его хромота или его жизнь потому что никто не знает выйдет он из этого наркоза или не выйдет и даже если вот смотрите да скажут у него допустим артроз сустава артрит сустава вот у моей собаки артриты задних суставов ему надо там мази растирки таблетки все это надо делать периодически каким образом вы ему наложите повязку каким каким это образом будет происходить это невозможно таблетку в мясо можно засунуть но делать ему какие-то процедуры невозможно для этого все равно нужен точный диагноз чтобы сделать точный диагноз нужно обследование обследование на ощупь не проводится вы все понимаете что для того чтобы понять что с этим суставом надо сделать хотя бы рентген рентген льву это усыпление опять возвращаемся к вопросу а стоит ли стоит ли его жизнь рентгена то есть да мы мы будем знать что у него был там артроз сустава воспалялся был воспалялся сустав ну и и что дальше вот и что дальше поэтому не 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 заводите кипиш на пустом месте мы обращаемся не не к тем кто ну спокойно воспринимает да информация кто вот все время кричит что надо сделать обследование надо сделать то надо сделать все поверьте когда надо это делают но если здесь на весах поставить хромающую лапу и жизнь льва ну как бы по моему вывод очевиден люди иногда воспринимают так что тут прямо ничего начнется начнется у животного энтерит вот банально я никогда не могла подумать у меня у самой четыре наркоза по пять часов у меня не было энтерита тьфу 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 но у моей собаки ему сделали наркоз и у него был гастроэнтерит ну это не только настина собака нет это не только неизвестно понимаете может сейчас такие препараты раньше вообще никто этим не заморачивался вообще никто не заморачивался собаками кошками и так дальше выпали выпали не выпали ну померы жалко закопали пошли дальше сейчас лечит Мы сейчас лечим собак, лечим кошек, мы их вытягиваем, мы удлиняем их жизнь, мы стараемся сделать качество их жизни лучше. Но вот последствия. То есть я никогда не могла подумать, что обычная 15-минутная процедура МРТ мне выдаст вот такой вот результат, когда я неделю буду по 5 часов собака лежала под капельницами. Вы можете себе представить, как 5 часов под капельницей вы будете держать льва? Ну это нереально. Невозможно. Никто вам не скажет, будет с ним всё хорошо после наркоза или нет. Никто не скажет, никто не сможет вам дать гарантию, что он проснётся и будет как кузнечик прыгать. Нет. Поэтому если нет ничего угрожающего для жизни делать наркоз... Да, животное живёт в том же состоянии, в котором он есть. Это ему не мешает жить. Ему не надо охотиться, он не умрёт с голода, потому что у него лапа болит. Да, болит лапка. Но он не в дикой природе. Его кормят. Он бережёт лапку. Когда она сильнее болит, он меньше на неё наступает. Когда у него такие более спокойные моменты, он нормально ходит, он бегает. Вы видели, как он бегает? Ну вы же все видели, как он бегает, как они гоняли друг друга. И ничего ему не мешало, и гулять ему это не мешает. Ну это такое у нас... Надо принять болезнь, да, и не копать её дальше, ради чего непонятно. Не надо. Ну, действительно, когда есть угроза, ну это решается. Но если угрозы жизнью нет, то создавать эту угрозу, ну это глупо. Ну правда, кто... И дело не в том, что здесь в Крыму нет оборудования там или ещё чего-то. Нет. А наверное, нету в принципе, я не знаю. Ну я не знаю. МРТ моей собаки делали в человеческой клинике. МРТ делают собакам, да, не в ветклиниках. Может и нет, но... Стоит не в этом. Вопрос стоит в том, что это опасно для самого животного. Ну а то у нас там степенно. Что есть и чего нет. Это опасно. То есть, поэтому... Простите, накипело. Нам просто, когда вот мы показываем вольер чипа, нам очень много пишут про лапка болит, мы это так называем. Мы не можем не среагировать на это. Очень много комментариев мы не пропускаем. Мы не скрываем, что у нас модерация. Потому что там жёсткие обвинения. Потому что там идёт не размышления на тему, да. Там идут обвинения в ничего не делание. Вот. И люди не хотят даже задуматься. Они совершенно другую сторону не хотят. Они не хотят подумать, почему вот именно вот так вот. Вот скорее везите его, да. Вот. Поэтому немножко у нас... Мы просто вот увидели сегодня опять хромающего чипа и представили просто, что опять будут вопросы. Мы немножко вам объяснили. Потому что, ну, кто не делал своим животным такие процедуры, допустим, они вообще не могут представить, как это происходит. Я верю, что есть кто делал, и у них всё прошло хорошо. Но вот у нас есть обратная сторона. Когда мы делали, и я чуть не потеряла свою собаку. То есть, поэтому... Вот опять же, это всё очень тонко ограничено. Это всё очень индивидуально. Всё это индивидуально. Индивидуально, да. Да, даже вот, ну, реально. Он кошку даже стерилизовали, и вышло, что у неё непереносимость наркоза. Да, мы её вытянули. Да что-то у всех сейчас животных. То ли животное сейчас слабое, то ли препараты сейчас такие, наоборот, сильные. Ну, я не могу это объяснить. Я не знаю, по какой причине. Но, с другой стороны, раньше не было столько операций, их не делали просто. Не делали раньше столько. Не обследовали, не делали. Пошли угостим соседей. Да, сейчас идём. Вот поэтому... Ну, как-то так. Вы не обижаетесь, там, когда нам пишут, что мы грубо как-то или некрасиво объясняем, и люди обижаются. Вы не обижаетесь. Мы просто из опыта это говорим. Ну, вот правда, вот так вот и было. Одна собака, вторая собака чуть не потеряли из-за каких-то вот мелких таких. Нам надо было сделать эти процедуры, но мы не могли представить, что будут вот такие результаты. Вот. Это очень сложно. И шансов вытащить, допустим, собаку. Ну, 50 на 50. Льва ты не вытащишь. Нет. Я говорю, его ж вообще есть шансов нет. Льва ты не вытащишь, потому что никто ему не будет делать ни капельницы по 5 часов. Кто ему будет? Вот кто держать его будет? Ну, если да, его в наркозе держать, что ли, чтобы он держал. Опять-таки, да, вот это вот усыплять и капать, ну, это замкнутый круг. А так вот. Есть, ну, может быть, где-то там есть какие-то супер-мега-клиники, которые там одного этого льва будут там. Ну, я не могу себе представить. Поэтому вот он стоит. Вот он, вот он. Интересуется жизнью. Да, интерес к жизни. У него все есть. Интерес к жизни есть, интерес к еде есть. Это два главных показателя, что у льва все нормально. Да, хромает. Ну, а кто из нас периодически не хромает? Вообще так иногда так сильно замкнет. А найдите у нас здоровых людей. Везите меня на обследование. Мне уже сказали, ничего не поможет. Ну, то есть, немножко, немножко как-то так. Жить дальше и как-то. Да, он сегодня больше хромает, завтра он меньше хромает. Ну, у нас, я думаю, процентов 80 людей страдают артритами и артрозами. И все сегодня больше хромают, а завтра меньше хромают. Кто-то спать не может, потому что руки ломят. Кто-то ходить не может по ступенькам, потому что колени болят. Да, у животных точно так же. Да? Ну, как-то так. Таким живут. Накипело, что называется, немножко так. Просто, может, кто вот не думал никогда об этом, может, начнут об этом задумываться. Посмотрим с другой стороны. Оно все не так легко и не так просто, как кажется, что вот усыпили, посмотрели лечение, назначили. А нет, усыпили, посмотрели и, может быть, похоронили. То есть сюжеты могут развиваться абсолютно по-разному. И когда это касается животных, даже когда, да не только животных, людей, все стараются не применять ни наркозы, ни хирургическое вмешательство. Стараются не вмешиваться в организм человека, животного и так дальше. Потому что, ну, это последствия могут быть гораздо хуже, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Предсказать их невозможно. Ну, все, пошли. И использовать на практике их не надо. Пошли к соседям. Пойдем к соседям. Пришли к соседям. Дратуйте. Дратуйте. Дратуйте соседям. Мы пришли к соседям. Соседи поели. Вот. Давай, Таня, покажи мастер-класс. Так, туда. Ты что не нашел? Все, она идет. Ну, да. Дайлу, Дайлу кидай. Я седитель. Василиса прекрасная. Да, из рукавов летят куры. Летят куры. Кидай ей туда. У-у-у, такая, смотри. О, что? Дают что-то, да? Не может такого быть. Жуй, жуй, вон под носом. Давай, давай, давай этим. Леон, Дейл. Жует. Жует. Девчонка. Тебе. Себе. Этому дала, этому дала. Этому. Вон той кинь туда. Все, пойду той кинь. Все, ты все раздала? Быстро, однако. Она не обиделась. Я надеюсь. Все? Ты что, так быстро съел? А, говоришь, что там? А что там тех конфет? Да? Да. Молодцы. Ну и что вот это? Че рычим? А ну, не рычи. Как в рекламе, да? Не рычи. Не рычи. Что? Красопеты. Солнышко пригрело на вас. Да? Такие хорошие. Что? Что ты ходишь? Нет, больше ничего нет. Все, кукла. Да? Усю. Красотка. Ой, такие глазуньки. Беляшики такие хорошие. Так классно, что у меня голубые глаза у всех. У Лео у нас самые кругленькие такие глазуньки. Ну да. Бусинки. Глазки, бусинки. Что? Ворюги? Воры? Что воры? Ромейка у вас тут. Одно-ка. Пойманы на месте преступления. Все, нету ничего. Все? Чего отдельно там тусишь? Иди в компашку. Она лежала на солнышке. На солнышке за бревнышком. Летерочек. Ну хорошо. Все угостились. Молодцы. Молодцы. Злюкались. Поели. Они же поели только-только. Ты уходишь от нас? Ну, пошел. Да? Может, у них там еще и еда осталась. Может. Ушел. Молодцы. 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 Дима. Молодцы. Продолжение следует...